Мирно засыпает родная страна, и в московском небе золотая луна. И найдете действительно интересную область математики, потому что математика, она невероятно огромная, и каждый человек найдет что-то, что ему интересно. Да, и получите большой опыт по психологии, по таким направлениям, как психология, педагогика. Занятия, семинары, лекции проходят очень интересно по этим предметам. Да, и практика, каждый год абсолютно практика в детском саду, в начальных классах, в средней и старшей школах. Вы получите опыт общения с детьми, с ребятами, с учителями, с директорами школ. Да, и поймете, с каким возрастом вы именно можете и хотите работать, с кем вам интересно работать. Ну, я, например, во время практики как раз смогла определиться, где именно я хочу работать, с каким возрастом. Ну, в общем, мы желаем успехов, не бойтесь ничего. Главное, посещайте лекции, семинары, делайте домашки. Исправно делайте домашнюю работу. И не бойтесь, преподаватели хорошие, все помогают, все подсказывают. Несмотря на то, что у нас педагогическое образование, математика, информатика, информатика дала нам огромное количество курсов по C++, по программированию, по Java. То есть вы потом можете стать педагогическим образованием и программистом, пойти в какие-нибудь компании и развиваться в этом. Да, в общем, не бойтесь, поступайте, все хорошо будет. Я этому доказала, что я вообще не ожидала. Все. Три. Ну что, что могу сказать? Учиться на матфаке было сложно, особенно мне, потому что учиться я начал где-то после пятой сессии. Нормально так. Но через эти трудности познается то, что действительно важно. И, например, я для себя вынес из этих пяти лет обучения то, что самое главное – это команда. И у нас была просто прекрасная команда. Моя группа, я ей очень сильно благодарен. Мне очень повезло с ними, потому что и была и поддержка, и помощь. И также я благодарен некоторым выделяющимся преподавателям, которые также помогли, направили. В принципе, эти пять лет сто процентов не прошли для меня зря. И за это благодарен МПГУ. Спасибо. Добрый день. Те, кто слушает, те, кто видит это. Хотелось бы, наверное, начать с того, как я попала в этот вуз. Это будет короткая история. В детстве, когда нас спрашивали, кем мы хотим стать, кто-то отвечал – космонавтом, балериной, боксером, танцором. Мне всегда хотелось быть учителем. И в детстве это воспринимается как шутка, несерьезность. Но это желание, эту мечту я пронесла, начиная с школы, заканчивая сегодняшним днем, выпускаясь из этого действительно политического вуза, который дал, на самом деле, очень многое. И в первую очередь он осуществил мою детскую мечту. И мечту, которая сохранилась по сей день, мне кажется, это самое главное, что вуз дает возможность осуществления наших желаний. И я надеюсь, что те, кто пришли в этот вуз с желанием стать педагогом, они только укрепили это желание, это стремление быть педагогом, быть учительной математикой. Это, на самом деле, большое и важное слово – учитель. Я надеюсь, что те, кто пришли изначально, сомневаясь, кем они хотят быть, неуверенные, кем они хотят стать, они нашли свое место. И надеюсь, что в будущем они передадут эту страсть к математике, эту любовь к математике и это желание учиться, быть образованными и дальше растить образованными поколениями. Спасибо большое вузу, в первую очередь, за то, что он исполняет наши желания и позволяет людям, которые учатся с нами вместе, находить свой путь. Спасибо. Учиться в нашем университете сложно, но весело. Со всеми проблемами в учебе вам всегда готовы помочь товарищи-студенты и различные студенческие объединения, такие как STEM, вокальная студия, танцевальная студия, которая есть у нас на матфаке. Первые два года, они, в принципе, самые сложные. Потом третий, там еще сложнее, четвертый уже чуть попроще, но там осталось написать диплом, и вы становитесь выпускником и можете идти работать в школу. Также вы можете совмещать работу в школе во время учебы. Я работал последние три года в школе, и именно в школу нашел для помощи университета. Приятного поступления и всех благ. Я хотела поблагодарить Фирсту, Наталью Игоревну и Тимофею Ирину Леонидовну за то, что они научили меня быть сильной, стойкой и упорной. Здравствуйте, будущие мальфакорцы. Я выпускница 2020 года. Желаю вам преодоления трудностей, успехов в учебе и всего самого наилучшего. Добейтесь всего того, чего вы хотите. И получите вот эту корочку. На матфак я пришла из-за исключительной любви к предмету. Меня очень сильно вдохновила моя школьная учительница математики. И я смотрела на нее и понимала, что я хочу так же. Пять лет – это достаточно большой срок, но за все это время я ни разу не пожалела, что пришла сюда. И сейчас я действительно чувствую, что да, я могу быть тем учителем, про которого когда-то кто-то тоже скажет. Я хочу так же. Огромное спасибо всем преподавателям. Отдельное спасибо библиотеке. Я работник библиотеки навсегда в моем сердце. И, конечно же, поступать дальше я буду. Расставаться с факультетом я пока не готова. Приходите. Хотелось бы сказать МПГУ большое спасибо за полученные знания, которые нам пригодятся в дальнейшей профессии. На самом деле мы тут получили огромный багаж умений и навыков. Особенно, то есть МПГУ умеет подстраиваться под меняющиеся различные ситуации, как в этом году получилось. И, конечно же, хочется еще поблагодарить и преподавателей, и библиотекарей. И также большое спасибо за друзей, которые мы нашли. Ну, а для поступающих я хочу сказать, что каждому преподавателю выпускники благодарны. И, поверьте, вы не пожалеете, если придете в наш университет, потому что каждый преподаватель найдет к вам подход, даст вам необходимый багаж знаний для работы в школе и подарит вам уютную атмосферу университетских будней, послешкольных. Великий английский писатель посвятил этому миру прекрасные произведения, в которых рассказывается о путешествиях хоббитов, людей, эльфов и других волшебных существах. Учеба на математическом факультете тоже похожа на это путешествие и приключение. Оно сложное и даже где-то опасное. Но все мы идем к одной цели. К величайшему сокровищу Аркинскому. Для каждого студента это свое сокровище. Для кого-то диплом, возможно, красный, для кого-то знание, для кого-то опыт, а кто-то вообще все вместе это собрал. Но вы идете к этой цели не одни. Вы идете со своими друзьями, со своими одногруппниками. На вашем пути встретятся существа, которые на самом деле не желают вам добра, наверное, хотя они не специально, а также волшебники, которые вам помогут, которые вас направят, которые хотят вам помочь. Прекрасные преподаватели, которые сами прошли этот путь и хотят вам помочь. На этом пути вы что-то потеряете. Вам, возможно, нужно будет чем-то пожертвовать, временем, силами, нервами. Но вы обязательно что-нибудь донайдете. И вот вы пришли к концу, и что вы думаете, это конец путешествий или нет? Это только начало. Но не все знают, что на самом-то деле дальше идет более опасное и более важное путешествие. От ваших действий, от ваших слов, от ваших решений зависит то, как будут жить люди, которых вы учили. От ваших действий зависит судьба многих людей, многих детей. Друзья, вы готовы пойти на это? Я готова. И я прошла по пути. Спасибо. Но мы будем помнить и беречь новогодний зал, милые глаза, институт.